Славянский радио Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 5 июля 2017 года, среда, по одному из старинных, современных календарей, по одному из старинных, четвёртый день месяца получения дорог природы, 7525 лета вторник. В этот день, по некоторым сведениям, отмечают русалии, праздник такой интересный у славян. Также в этот день началась Курская битва, длилась на 50 суток. Низкий поклон тем, кто защищал нашу державу. В этот же день или в ближайшие дни по разным источникам отмечают победу над Хазари Святослава Хороброго. В общем, насыщенные деньки у нас идут. И есть о чём подумать, есть что почитать, есть что послушать и посмотреть. А мы продолжаем на Народном славянском радио живой эфир, который посвящён теме «Атлань и вторая луна Земли Фата. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий». Автор-сказитель Виктор Максименков. Переходим ко второй части эфира, который будет строиться на вопросах и ответах, и репликах по тем вопросам, вернее, ответам, и репликам, которые задаются в чате Народного славянского радио и на канале Ютуба. Так, ещё сразу отвечаю тем, кто написал в Ютубе, почему музыка не звучит. Мы не транслируем в живых эфирах в Ютуб музыку, поскольку любая музыка может быть авторской, и канал Ютуба может эту музыку блокировать вместе с трансляцией. Поэтому хотите слушать музыку, об этом я уже объявлял, заходите на Народное славянское радио, на первой странице есть несколько плееров, выбирайте, который вам больше нравится, который звучит в вашем устройстве или на вашем компьютере, и слушайте полностью всё, что у нас звучит, и музыку, и голос. Итак, Виктор, если готов, то давай уже переходим к вопросам. Ну, я всегда готов. Понятно. Итак, вопрос поступил от Светланы. Он звучит так. Первый, несколько вопросов. Первый звучит так. Виктор, что означает название Антлань? Почему так название? Лан, понятно, это Земля. Вот Шри, например, Ланка, нынешняя Шри-Ланка, или Финландия, или Финляндия. Что это всё Землю были? Это первый вопрос. Название, я же обращал внимание, что это Ант. Это, опять же, в ведах описанный князь определённого рода, которые и заселяли когда-то этот архипелаг островов в основном. Это не значит, что они там жили, только они. Это название до нас дошло благодаря ведам и другим немножечко искажённым историям по всей Земле. Так что оно связано именно с тем, как это названо в ведах. И, опять же, эти Анты, они всплывут. И в целом историческом периоде, как говорится, и как Анты, как славянское племя, которые, опять же, по их же самим данным, они сами же мореходы, сами же выходцы с территории современной Африки, Египта, в которую их, те, кто был спасён, и тот, кто не погиб в этой катастрофе, они туда как раз были переселены. И поэтому я их так и называю, чтобы связать различные временные эпохи и показать тех людей, которые там проживали и, согласно ведам, состояли основу населения этого острова, и которые проявили себя в истории, и, как говорится, их деятельность называлась целой временной эпохи, охватывают в историческом, современном периоде. Это та же самая античность. И для будущих исследователей, чтобы они могли, например, опять же, понимать, откуда взялась генетическая эта информация. Потому что если у жителей территории, скажем так, по-современному, Евразии, R1-A1 идёт генетическая информация, то мы должны понимать, что с территории именно Африки вышли люди тоже белые, но у них уже генетическая кодировка R1-B1. И они действительно, согласно ведам Попа, как говорится, те, кто выжил, так называемые люди праведные и девять жрецов достойных, которые не были наказаны в результате всех их действий, которые выжили и были переселены нашими предками на уже освободившиеся, пригодные к жизни территории современного Египта, что позволило мне написать ещё две статьи, которые вышли буквально недавно, за эти две недели, где я продолжил отслеживать путь наших предков, что они там делали в Африке, что они там делали на Ближнем Востоке. И это помогает продолжать идти и отслеживать, что происходило дальше, чтобы восстановить полную картину прошлого. А почему анты? Потому и анты, потому что, опять же, те же веды содержат информацию, что после катастрофы до Арии, это более 110 тысяч лет назад, и гибели Луны лели, об этом есть и отдельная статья, я надеюсь, мы сможем сделать когда-то и отдельный эфир. Я эту тему предлагаю тоже для рассмотрения, если будет интересно радио и людям. Так что продолжает нам идти вперёд и назад, отслеживая те временные границы, где наши предки были. Поэтому и антлань, чтобы связать и не быть современными историками, показать прямую связь племён антов, античности и антлани, которая находится до сих пор под водой на территории современного Атлантического океана. Поэтому и антлань. В общем, другими словами, отвечая на первый вопрос более коротко, антлань — это то, что сейчас принято называть Атлантида. Идём дальше. Второй вопрос. Сколько на Земле геркулесовых столбов и зачем они были нужны? Благодарю. Ну, геркулесовые столбы мне известны только одни. Это был мост между Левией, Африкой и современной Европой. Опять же, для тех, кому интересно, зайдите в программу Google Земля и вы увидите очень интересный факт. Там, где находится современный Гибралтар, огромная дыра, между Африкой и Европой огромная дыра по глубине. Слева и справа относительно небольшие глубины, то есть в какое-то соответствие. А там, где Гибралтар, огромная дырища, то есть провал какой-то глубинный. Честно говоря, это информация, как говорится, других статей, но сам факт, что веды содержат информацию, что это был мост между Европой и Африкой в самом ближнем месте. И в результате другой войны он был взорван при помощи ядерного взрыва. Причем, так, мягко говоря, не слабого, потому что воронка там огромная просто осталась. Можете посмотреть в программе Google Земля. И поэтому, когда вы читаете там легенды прошлого, что, как говорится, корабли вот проходили геркулесовые столбы и выходили в какой-то свободный морской простор, вы должны знать, что речь идет именно о Гибралтаре. Вот к чему. После этого будет легче ориентироваться, что мы, куда потом пошли мореплаватели? В Атлантиду или, например, дальше к Африке или дальше пошли к современной Англии. То есть это для тех, кто будет искать и изучать древние тексты, будет конкретно понятно, где они находились. Потому что мост этот взорван был и там теперь огромная дырка, ну пролив, как вы понимаете, остался. Это лучше дает понимание о том, как, куда, кто плавал в древности. И когда кто-то там проходил эти столбы, вы теперь будете понимать, какой именно регион они проходили. А остальное все это новые исследования нужны, новые статьи, скажем так. Понятно. Идем дальше. Аким Корибут. Вопрос сказителю. Наша Земля плоская или имеет форму шара? В ответ два нет. Она и не плоская, и не шарообразная. Во-первых, она не может быть шаром. Вообще никакой. Самое интересное, что вообще никакой природный объект шаром быть не может. Это запрещает математика. Почему? Любой шарообразный объект не развивается. То есть он мертвый, он искусственный. Все Земли, Солнце, они живые. Они не могут быть шарообразными. И наши предки, например, в древних источниках, например, такая книга, как «Путями россиянина», она вообще представляется в форме такой груши древними, в форме близкой к яйцу. В современных источниках современная наука тоже не считают ее шарообразной. Она там специальное даже название, октайдер или тороидер, ну там очень какое-то заумное название придумано. То есть она не шарообразная для современной науки. Но она и не плоская. Почему она не плоская? Потому что, ну, что вы имеете в виду под плоскостью? То есть есть длина, есть ширина, а глубина есть. Если есть длина, ширина и глубина, значит она уже объемная. Если вы хотите сказать, что она просто плоскость, вы, как говорится, то есть она не плоская. Она не шарообразная. Она имеет какой-то объем. Какой этот объем мы? Неизвестно конкретно сегодня. Но хочется сказать, что здесь скрывается новая огромная тема, которая называется параллельные миры, параллельные земли, параллельные планы. Ну, я считаю, что мы сейчас не готовы ее рассматривать, но хотелось бы сказать, что совершенно точно, и в древних источниках это огромные, описаны, что Земля, она не одна. Этих планов сотни тысяч параллельных земель, параллельных, скажем, именно параллельной земли. И там описывается, как наши предки проходили сквозь эти параллельные миры, изучали их, общались друг с другом. Но это огромная тема, как говорится, она тема не сегодняшнего вопроса. Но то, что наши ученые об этом ничего не знают, говорит простой факт. Есть американский фильм, очень советую его посмотреть, где показывается материальный мир и соотносится с нашим миром привычным, чтобы мы могли понимать, что они знают о материи, о Вселенной. Так вот, согласно этому источнику, например, атом водорода, центральное его ядро, соответствует футбольному мячу. А, как говорится, один электрон, который находится на самой дальней орбите единственного водорода, он соответствует мячику теннисному, большого тенниса. И находится от мяча, как говорится, футбольного на расстоянии более 100 метров. Ну, чтобы человек мог представить соразмерные размеры. То есть, представьте, наука знает о материи, которая в таком кубике размером 200 на 200 на 200 на 200, ну, три раза по 200 умножьте, 200 на 200 на 200 метров, она знает о материи, которая в таком кубике занимает всего лишь объем футбольного и теннисного мячика. А остальной объем, чем занят, что там присутствует, как оно взаимодействует, что там происходит, наука в принципе не представляет. То есть, вот умножьте, то есть, получается, 4, 8, 8, и еще сколько там нулей, еще 6 нулей. Вот, тот объем, который, если ввести в соразмерные величины, нам более-менее понятный, это фильм такой, американский, они там привет, они не знают об этом больше ничего. Так это, а наши говорят, что да, есть многополярность, есть многомерность, это все отражено в сказках, это изучается, оно присутствует, рассказывается про параллельные миры, ну, по-моему, это отдельная песня. Так что, Земля и не плоская, и не шарообразная, а какая? Многоплановая. Многоплановая. Благодарю за ответ. Я думаю, что вопросы более по плоской Земле, квадратной, или чемоданной, или вазе, или что еще, мы принимать не будем. Почему? Потому что, первое, эти вопросы разделяют наше общество. Очень много споров идет, и, на мой взгляд, это специально кем-то вброшено для того, чтобы развести по сторонам людей и заставить их драться теперь на новой основе какой-то. Раньше, например, бились белые с красными друг к другу, глотки резали, кровь проливали. Теперь вот введена новая теория, которая позволяет опять людей развести в стороны. Ничего эта теория ровным счетом никому не даст на сегодняшний момент. Ничего, кроме одного, кроме раздрая, кроме вражды и негодования людей. Мы же за объединение, поэтому больше тему плоской, круглой, квадратной и какой-то там еще земли поднимать не будем. Кроме, может быть, как в специальном эфире, который, если вдруг и будет, то там должны быть какие-то очень конкретные разборы. Просто так касаться темы больше не будем. Поэтому помощников прошу, такие вопросы в чат более не задавать, ибо бессмысленно они на сегодняшний момент и в данном эфире тем более. Идем дальше. Бабай, реплика в эфир. Виктор, здравия тебе. Очень актуальную тему поднял. Антлань была торговой и карантинной зоной, остров размером с Австралию, но более вытянутой с севера на юг. И они не владели ни частями Африки, ни Европы. Торговцами, инопланетянам, любым было запрещено приземляться где угодно на Медгарде, кроме Антлани. И ещё Анты — это общее название жителей Антлани или самоназвание. Но рода там жили самые разные. Преобладали святорусы и хорийцы. Но это не точно. Дело в том, что с нашей колокольни, как это видится благодаря прошедшим тысячелетиям, хоть и звучит фантастически для современного населения. Дело в том, что в прошлом цивилизация Земли была единая. То есть везде люди жили без каких-либо ограничений. То, что основная часть острова или архипелага островов огромных и маленьких считала себя потомками князя Анта, и они именно начали войну, которая привела ко всем этим последствиям, это мы понимаем точно. То, что там жили различные живые существа, я даже не сомневаюсь, что там жили и краснокожие, и чернокожие, и все рода наших предков, просто более в других количествах, потому что не существовало таких ограничений. земля была единая. Торговала ли Антлайн напрямую, как говорится, с другими землями, планами и подобным, почему нет? Все эти посадочные площадки, НЛО, это целая статья у меня есть отдельная. И вполне возможно, веды так и описывают, что именно из этой торговли они и были, скажем так, совращены в результате сверхмерной жадности, они потеряли, скажем так, связь с предками и стали увлечены золотым тельцом. Это увлечение многих не прошло до сегодняшнего дня. Возможно, там была замешана инопланетная генетика какая-то. Это все, как говорится, покрыто мраком. И это вопрос для новых исследователей. Для нас же важно, что этот континент был, он был заселен в основном нашими предками, которые обладали тоже подобной информацией, нашими по крови. Одним из видов наука его, я так предполагаю, охрестила, как говорится, R1-B1. То есть они есть такие. Именно распространялись ли там технологии, скажем так, и чужеродные, пришельцы из других миров планет и так далее, вероятно, но это не тема этой статьи, а то, что там жили все, я же говорю, и анты жили, а верить ли Платону, ведь это же Платон описывает, что принадлежало Атлане до Тирении, то есть до Италии, до Африки, в ведах об этом, ну, я, честно говоря, не могу точно сказать, что аж принадлежали, они жили, то есть их же никто не запрещал, и в итоге же их и вернули в Африку, то есть в местах, где они раньше жили, может, это было им удобно, генетически более подходило, потому что они прибыли когда-то с тех планет, и им подходила, например, эта более среда, или они просто, как говорится, нужны были для эксплуатации египетских пирамид, потому что они входили в единую энергетическую систему древнюю, это вопросы открыты, и часть из них уже освещена в других статьях, так что во многом вы правы, ну, это нужно дальше изучать. Хорошо, идем дальше, будем изучать вопрос в эфир от Тианы. Доброго здравия Алексея и Виктору. Виктор Викторович, очень рада интересному эфиру и прошу вас, у вас совета, как у астролога и астронома. Подскажите, будьте так добры, какой лучше покупать телескоп, желательно по разумной земной цене, а не космической. Благодарю. Тиана, ну, я очень рекомендовался дождаться, скажем так, выхода новых исследований моих, но это придется подождать. Какой телескоп? Никакой. Потому что я ж не зря обращал ваше внимание, что в основном, в основном все изделия прошлого, они сделаны из горного хруста аля. А в телескопах стоит уже стекло. ну, пускай там и хорошее. То есть, наши предки могли сделать стекло, но они не делали. Хотите узнать, почему? Найдите где-то горный хрустал. Лучше пойдите купите шарик горного хрусталя. Начинайте экспериментировать со светом, скажем так, солнца, водой, звездами. И тогда, я думаю, у вас будет больше интересной информации, чем от телескопа. В чем-то и дело, что сегодняшние инструменты, скажем так, познания, они не идут ни в какое сравнение с прошлыми инструментами. А использованные материалы древности не потому, что, как говорится, наши люди были дикие и не знали, как стекло сварить или отполировать. Все они знали. Но они, опять же, использовали горный хрусталь. Поэтому начните с шарика горного хрусталя. Ну, или пирамидки из горного хрусталя. Она недорогая. И экспериментируйте. Ну, только не ставьте себе, как говорится, на глаза, потому что это не нужно. Берите свет и используйте воду, горный хрусталь и смотрите под разными ракурсами, они не прямо себе, как говорится, линзой в власть светит. Наши предки очень редко применяли, как говорится, телескопы, чтобы смотреть. Они в основном смотрели отражения, смотрели, что дает им свет. Так что экспериментируйте с горным хрусталютом, а телескоп пока не покупайте. Это многим ученым не помогло и вряд ли поможет и вам. Однозначно, как ответил, никакой, никакой не покупай. здесь в Ютубе уже предложения идут. Купите уже Хаббл. И еще одно. Продается Хаббл, скидка 35% только сегодня. Да, обломил, обломил. Ну ладно, идем дальше. Из Ютуба Оксана Брейнер. А что, у Земли было две Луны? Ну, скажем так, были периоды, когда было две Луны, были периоды, когда стало три Луны, потом стало пять-две, а потом осталась одна. Мы сейчас с вами рассматриваем период, когда Луна, мы потеряли вторую Луну. Она вторая именно по периоду обращения. Отдельная статья есть уже, она выпущена, и предложена как тема для эфира. Она так и называется. Дарья, северная прародина человечества и первая Луна Земли Леля с оборотом семь дней. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Это огромная тема. Я надеюсь, она будет когда-то рассмотрена. Статьи уже существуют, так что Луны было две, потом три, потом опять две, потом одна. Все это уложилось в срок от 153 тысячи лет тому назад и до 13 тысяч 25 лет назад, когда погибла вторая Луна, оставшаяся фата. Для тех, кто не верит подобным данным, обращаю на такой маленький эффект. Вы все знаете, что символом Руси является медведь. Я надеюсь, никто же не будет спорить. И почему этот символ? А потом, то, что ковш сегодняшний называют созвездия Большая Медведица, Малая Медведица, ну, как говорится, как это связано? А связано это с тем, что более 150 тысяч лет назад эти звезды находились в таком положении, которые были видны, как Медведица Большая и Малая. Потом, более 100 тысяч лет назад, они стали видны в виде плуга. Этот плуг, кто будет заинтересуется, увидите в моей статье про Белые Боги Ближнего Востока. Там есть уже данные плуга, ведь это больше 110 тысяч лет назад. И все это позволяет нам говорить о том, что наблюдения велись тысячелетиями. А это значит прикоснуться к такой теме, как Антлайн и какая-то вторая луна фата уже кажется семечками, потому что это было всего-то 12 тысяч лет тому назад. Так что такой ответ. Еще есть такое высказывание «фатально», то есть «непоправимо». Если учесть то, что произошло 13 тысяч лет назад для Земли, для многих жителей Земли, как разумных, так и не очень разумных, это было все фатально. Вот по предположению исследователей, как раз слово «фатально» появилось после того, как луна фата и осколки рухнули на нашу Землю. С тех пор и появилось фатально, то есть непоправимо и смертельно. Дальше разбираем вопрос. эфир от Владимира Измытищ. Виктор Викторович, здравия. Геологические последствия соприкосновения двух космических тел имеются? Ну, по-моему, мы только что про них говорили. Как вам такие последствия, что, как говорится, огромные, огромные борозды на теле самой Земли в районе Америки. Она там сотни километров и шириной десятки километров возле Кубы. Почему я обращал на нее внимание? Расколотые гряда именно гор посреди Атлантического океана, где четко видно в двух местах смещение плиты на сотни километров. Изменения очертаний континентов, которые по сравнению с теми, что представлены на картах вместе с утоплением континента Му и континента Атлантиды. Изменения, которые видны на картах Google Земля, где отмечены, как говорится, старые уровни океана. Разве вам это не геологические последствия? Плюс данные самой науки о резком оледенении, изменении климата и гибели огромного количества живых существ. Вам достаточно таких геологических свидетельств? Ты знаешь, еще можно что добавить. На многих горах находят как раз следы морских животных. Причем они находятся только в одном слое. Это не то, что там кто-то предполагает. Но горы выросли из воды, вот там отложения были. Если бы там были отложения, то в этом случае там бы было много слоев, много пластов. На самом деле там находят всего-навсего один слой, один пласт, в котором в большинстве горы, я подчеркиваю, где только в нем присутствуют ракушки, присутствуют еще какие-то морские животные. Вот, это первое. Второе. Если даже посмотреть сверху, и такие фотографии есть как из космоса, так и из пролетающих самолетов на Южную Америку, начиная где-то так от Панамского канала и южнее, то в этом случае вы будете очень удивлены, увидев, что с гор как будто бы сливались потоки. С гор не по равнине растеклись, это не были какие-то потоки от дождя, а именно с гор. И эти потоки в большую сторону направлены в одну сторону, то есть получается, как-то дождик, если так дождик относить, шел неравномерно. С этой стороны больше потоки, а с другой стороны почему-то меньше потоки. Это говорит о том, что прошла волна, которая перекинулась через горы и залила одну сторону больше, чем другую, то есть там смытие грунта идет. Такие же доказательства обнаружены, когда экспедиции различные откапывали там же в горах Южной Америки под поваленными огромными мегалитами, которые стояли на горах, вот они были повалены потоками воды, сошедшими сверху с гор, но самое интересное, что на этих горах нет следов ледников, то есть вода оттуда не могла как-то взяться, дождик обычный мегалит тоже не смоет. Так вот, когда под мегалиты подкопались и достали туда камушки, достали почву, то оказалось, что примерно этой почве по всем различным исследованиям около 13 тысяч лет. То есть получается, как этот камушек прилег, вот там несколько десятков, а может быть и сотен тонн, то он придавил, и под этот камень больше водичка и не сочилась, и ничего там больше под ним не происходило. Вот тот грунт вместе с камешками, с другими приваленными какими-то геологическими делами, он показывает именно дату примерно 13 лет. Ну и еще доказательства, опять же, Южная Америка, ты уже упомянул об этом, что есть остатки в горах солевых потоков и солевых озер. Там не только остатки, там есть соленые озера целиком, и ученые ломают голову. Откуда же соленые озера-то взялись? Причем соленость такая, как примерно в море, в океанах, нету там солевых каких-то копий или чего-то еще, да и копий, откуда в горах возьмутся на достаточно высоком уровне над морем. Поэтому геологических, если внимательно посмотреть, геологических доказательств того, что был сильный потоп, который связан, видимо, не просто с каким-то землетрясением, не просто того, что кто-то там на байдарке плыл и плеснул веслом, что-то было более серьезно, куда-то произошло падение какого-то космического тела или нескольких космических тел, они присутствуют. Так что просто посмотрите внимательно на гугл-карты, которые, да, сейчас поддельны, многие гугл-карты исправлены, но это не говорит о том, что полностью все фотографии, они криво. Да, кое-что подправлено. Дальше идем. Эмиль, вопрос эфир. Что из себя представляет плато Пу-то-ра-на? В статье это не рассматривалось. Я так понимаю, это какие-то, там есть следы каких-то катастроф в древности, но, честно говоря, в статье это отсутствует, я его не рассматривал в этой статье, потому что это где-то в Сибири, а мы все-таки говорим про Атлантический океан. Ну, понятно. Дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир. Имеет ли отношение лунный камень к обломкам лунной фаты или лели? Помощников прошу указывать, откуда поступает вопрос из чата или из Ютуба? Ну, из Ютуба достаточно пишите вопрос из Ютуба. Итак, лунный камень. Камень имеет ли отношение к Фате или лели? Тут бы хотелось понять, какой именно камень он имеет в виду? Какая американская экспедиция привезла? Или это какой-то конкретный камень? Что он имеется в виду конкретно? Какой лунный камень? Где он найден? Когда? Кем? Да, мы догадливы, но что ты имеешь в виду? Оксана Бренер. Вопрос в эфир. Откуда взялась вода при потопе, чтобы заполнить всю Землю? Ну, во-первых, не всю Землю. Скажем так, это не стоит понимать, что волна обошла Землю три раза. Это значит, что прям затопило прям вообще всё и везде. Как говорится, это просто именно энергия волны была такая, что она обошла именно её три раза по тем местам, где она проходила. Как мы уже понимаем, во-первых, она не дошла до самых высоких гор той же Америки, потому что города, расположенные выше всего, они выше двух тысяч метров, они не подверглись затоплению, нет там следов воды этой солёной. Те, что ниже, там, как и правильно говорил Алексей, там мегалиты весом сотни тонн разбросаны как какие-то пушинки потоками солевых остатков множества. Причём разбросаны не от взрыва, есть там и следы от взрывов, а именно с мытьём водой, вот таким образом, потоком они отброшены. Совершенно верно. Не так, что есть эпицентр взрыва, а там разбросало вокруг него, а именно смыты, перевёрнуты, как будто, да, потоком воды в той же Америке, ну, на высотах больше двух тысяч метров. То же самое потоп не затронул центральную Сибирь, так, что прям её там смыло прям всю. Потоп в основном ударил по Америке, Африке, Европе, то есть вот эти вот континенты, они приняли максимальную, скажем так, воду, Ближний Восток, пострадали, скажем так, как все, кто находились на экваторе, в основном пострадал экватор и ниже экватора. Те, кто находились чуть севернее и намного глубже в континент, они, скажем так, этот потоп до них не дошёл в таких масштабах, что это были волны двухкилометровые и тому подобное. Именно там сохранилась жизнь, и именно там в итоге она оттуда и расселилась. То есть жизнь сохранилась на самых высоких местах. Если поверить той же Библии, так получается этот потоп дошёл до гор Кавказа, тоже он смог ли их преодолеть полностью, тоже непонятно. Как вы слышали, Ной там остановился на горе Арарат, а значит она всё-таки как-то осталась, уже как-то остановился, приплыл к ней и там Ковчег и остался вроде бы. То есть это требует дополнительных исследований. Я не ставил с собой задачу определить все места земного шара, и докуда дошла вода. Я ставил с собой честно говоря задачу вообще была ли Атлантида, если она была значит открыть, что она там и есть, потому что она ведь не могла уплыть на десятки тысяч километров, она должна там остаться. Должны быть материальные свидетельства этой катастрофы, они там присутствуют. Присутствует свидетельство изменения береговой линии, присутствует, как Алексей правильно говорит, свидетельство наличия огромных масс солёной воды на больших высотах Америки, Африки, как мы видели, что там пирамиды в Гизе, всё-таки видите, Гиза там получила удар на высоте, там был 350 где-то метров. Это ударная волна, потому что я же вам говорил, общая высота волны получилась 350 метров вместе с смытой штукатуркой на пирамидах, а им больше 100 тысяч лет, именно потому что они ориентированы на геометрический полюс земледревности, на пирамиду, именно Меру, которая стоит в центре этого Дарья. Об этом отдельная статья, так что сказать вам конкретно, что прям весь мир утонул? Нет, конечно, весь мир не утонул, но последствия, а именно пребывание воды, которая происходила 150 дней, дожди, которые шли 40 дней, и изменение уровня океана общей, как говорится, общей глубиной 380 метров с первыми ударными волнами, мягко говоря, немаленькими. Вы вообще представляете, где Египет? Посмотрите на карту, где Египет, где Атлантический океан, и до пирамид дошла высота волны 350 метров. Вы там тысячи километров, вообще представляете, что это было вообще в принципе? Померите на той же гугл земля расстояние от Атлантического океана до Египта, это тысячи километров. Африканский континент, он огромный, и до туда дошла волна уже 350 метров. То есть, да, изменения были глобальными, но не такими, что уничтожило всех. Уничтожило в основном тех, кто был на низких равнинных местах, в основном, я же говорю, это пострадала вся территория Европы, Африки и Америка. Сибирь и Китай, кстати, оно так не затронуло, и там этот поток не затронул, именно так, что не прошли там волны, которые все смыли. Потому что именно оттуда в итоге и начало расселение, заселение, и обратно заселили Америку. Мы с вами уже рассматривали статью, где американские ученые говорят, что все населения Америки родом из Сибири. Так оно родом из Сибири, потому что оно 13 тысяч лет назад перестало существовать. Так американцы, знаете, какие юмористические фильмы, я извиняюсь за отступление, но это просто невозможно рассказать. Это просто юмористы отдыхают, они снимают фильмы, как оказалось население на территории Америки. Знаете как? Оказывается, вот этот ледник, что образовался после потопа, он раступился и сделал так полоску узкую земли, по которой можно пройти где-то 200 километров от Сибири до Центральной Америки. И вот по этой полосочке узкой прошло новое население Америки, потом эта полосочка закрылась, а это население расселилось. Вот такие юмористические фильмы снимают американцы, потому что они не могут объяснить, как люди в Америку попали. Их всех смыло 13 тысяч лет назад. А потом оказались генетические люди, которые родом из Сибири. Все. Они все оказались родом из Сибири, потому что их, скорее всего, и спасли сначала, перенесли в Сибирь. А когда, как говорится, все устаканилось, вернули обратно тех же краснокожих в Америку и выживших антов вернули. Потому что цивилизация-то там была возрождена. И как раз ориентация мегалитических построек древности, там есть эта картинка, вот найдите ее, там пирамида Кукулькана. Вот она ориентирована на самый-самый, как говорится, недавний Южный полюс. Она ушла намного ниже Герландии. То есть мы видим, насколько, она показывает нам, насколько сместился магнитный полюс Земли. И что она была кем-то же построена. Ну а кем построена? Смотрите эфир или слушайте эфир «Белые боги Америки» Народного славянского радио или почитайте статью. Там показаны мумии, строители этих пирамид. Так что не все утонули. Наши, слава Богу, остались. Надо еще отметить, что, во-первых, потопов было несколько и более древний потоп, о чем, я думаю, мы поговорим с тобой в других передачах. И после этого было несколько потопов, которые были связаны с другими катаклизмами. И еще тоже уточнение. Библейское Писание относится к одному народу, поэтому все, что в нескольких десятках, а может быть сотнях километров от происходящего, там рассматривалось. Ну, может быть, несколько тысяч километров рассматривалось. А все, что выходило за пределы библейского проекта, там не рассматривалось. Поэтому Библия относится к народу, к определенному Писаниям этого народа. И поэтому все, что было связано с его житием, там описывается. Про другие народы там очень-очень мало говорится. И говорится с точки зрения или войны с этими народами, или уничтожения этих народов, или подчинения этих народов. Если же мы берем другие Писания, в том числе и ведические, в том числе и сказания, и предания, то мы тогда можем составить цельную картинку и понять, что же это было или были за потоп или потопы, и какие силы небесные куда переносили, какие рода и на каких высоких горах кто сохранялся, и как потом шло расселение, и почему рассение называется, почему другие названия появились и так далее. Поэтому ссылаться только на один какой-то проект и написание, связанное с этим проектом, наверное, не совсем правильно. Если так мы будем делать, то в этом случае до правды никогда не докопаемся. Надо смотреть более широко. Вопрос эфира Владимира Изматиевича. Виктор Викторович, меня многое смущает в теории падения небесного тела на Землю. Что-то мне кажется, что падение под прямым углом поверхности крайне сомнительно. Падение, скорее всего, происходило бы по касательной, будь то тело целиковым или распавшимся на части. В таком случае обломки пропахали бы значительные территории и нанесли след прекрасно заметной с аэрофотосъёмки суши или зондирования морского дна. А этого нет. Может, вы чего-то путаете? Ну-ка, давай, признавайся. Может, ты что попутал там? Ну, а вдруг я чего-то и напутал, поэтому и предлагаю вам, как говорится, участвовать в этих исследованиях. Говорю о том, что информации мало, но поэтому и привожу в основном фотографии, которые находятся под водой. и, например, те же то же место падения большого осколка у берегов Америки под водой я привожу именно с фотографиями с Google Земля, где можно увидеть агром, я же вам говорю, этот шрам, он возле берегов Кубы, он длиной сотни километров и шириной десятки километров. Почему же я на него и обратил внимание благодаря программе Google Земля. То есть такой шрамик и там же находится еще такая впадинка глубиной там она, по-моему, около четырех километров, если я не ошибаюсь. Посмотрите, эта фотография я же и привел. Почему? Потому что и по источникам древности основные осколки упали именно у берегов Америки, которые сейчас под водой. Этот шрам огромный, он есть. Именно в том районе, кстати, и вот этот же город найден под Кубой, который под водой и под водой на глубине он более 700 метров, между прочим. То есть там смещение происходило будь здоров. Если в Египте мы видим 350 общий метраж, то тут сам город под водой 700 и в горах еще присутствуют следы воды не на сотнях, а на тысячах уже метров над уровнем моря даже прошлого. Поэтому эти следы есть, они подводные. Конечно, это не было никаких прямых ударов прям так под углом 90 градусов, потому что и Земля движется, и Луна двигалась. И мы говорим не про целую Луну Фату, потому что зачем ее раскололи? ее раскалывали для того, чтобы она, как говорится, не уничтожила вообще Землю, как это произошло с пятой планетой. К этому мы еще подойдем. Я только начал это рассматривать в статье «Белые боги Востока» нашел эту пятую планету. Опять же, мне помог этот Фаэтон, потому что там же есть продолжение. Это же как огромный клубок, который позволяет нам восстановить картину древности. Ведь Фата она-то взялась от пятой планеты Солнечной системы Деи. Так что это просто ниточка, которая позволяет разматывать огромный клубок. А следом это в той же Африке присутствуют следы падения небесных тел и воронки диаметром 250 километров. Как вам, это мало или много? Вот как вы считаете? 250 километров вороночка в Африке. Так что таких воронок огромное множество. Просто некоторые из них действительно были образованы мягко говоря ядерными ударами. Это доказало по-моему и Шиншук и Кунгуров и другие исследователи, что сначала это был обмен ядерно-энергетическими ударами, а как аргументы закончились, так и возникло желание эту Луну сорвать или вообще уничтожить Землю, а самим дать дёру через порталы в другие миры или другие измерения или другие планетарные планы. Потому что кроме летающих тарелок вы забываете про наличие портала, порталы, которые позволяли перемещаться не только между землями, но и между другими мирами. Мы уже затрагивали этот вопрос. Это темы будущих статей. А следов нет. Земля просто сплошным слоем усеяна этими следами. И многие следы, как вот нас товарищ спрашивал про плато в Сибири, существуют таких потопов великих глобальных с уничтожениями двумя лун было два, как минимум, как минимум за прошедшие 110 тысяч лет. Были потопы чуть меньше. Один потоп, это был опять же в районе Гибралтара Геркулесовой столбы, там шла война Африка Европа. Ну она в Библии тоже отражена как в одном источнике в Ведах. Это новые должны быть статьи, потому что я только собираю осколки этих данных. Например, есть у меня статья про самую высокую статую в мире, которая находится в Африке. Рядом с ней находится аэродром Юндун, который тоже восстанавливается с прошлых цивилизаций. То есть они ничего не делают, они расчищают, бетонируют, и у них получается полоса, которая принимает все современные лайнеры. Они даже не дошли до этого, как говорится, границы этого посадочной площадки. То есть она была или для Земли, или вообще для космических перелетов. Самое интересное, например, в той статуе, что информации по которой вообще практически нет, мной собрано только на одну статью об этой, в том, что статуя выше 140 метров, и она в кокошнике. Понимаете? Вот статуя в середине Африки находятся в кокошнике, а там рядом генетически живут остатки наших предков, в которых генетически даже не R1B, R1A1. То есть это наши люди по крови, которые как-то попали в те районы и генетически там до сих пор присутствуют. Это рядом с той страной, которая называется Конго. Для тех, кто занимается, скажем так, астрономией или хотя бы тайной древности наших чуть-чуть изучает. Кон это основа мироздания. Она же полярная звезда. Изображение этого кона есть везде. Он же конь, он же лошадь. Го это небесное движение. Гэ это та форма, по которой движется Солнце. Она отображена на календаре из Мезина. Почему небесное движение Го? Потому что мы Солнце видим в виде круга. Поэтому и Го оно же трансформировано в Бо. Бэ это Г и О соединено. Если это отражение древних знаний, когда люди отмечали движение Солнца на Земле, так это угол падения солнечных лучей. Оно уже А, которое со временем менялось. Оно уже фесский диск. Поэтому Го это небесное движение. Ага, это движение по Земле. Так что в той Африке ещё загадок столько, а сколько было потопов. Ну, даже в Харькове первые этажи зданий занесены глиной. Но ты берёшь Харьков, не только Харьков бери, ты бери вообще все российские города. Те, которые очень старые, там, в общем-то, видно, что первые этажи по-разному занесены. И вот пресловуют вот эти окошечки из подвала якобы. Это не мода какая-то. Это не только в Украине, это не только где-то в других городах. Это вообще по всей России практически встречается. Так что... А я ведь о чём Алексей глаголю. Так вот, в центре города Харькова такие здания навалы, а написано, что они построены в начале XX века. Я вам докладываю, как человек, который изначально жил в доме, на котором чётко была выложена дата его строительства в 1910 год. Так я вот вам докладываю. Я оттуда уезжал в 2010 году, сто лет прошло. Дом не погрузился ни на сантиметр. Вы понимаете, о чём я говорю? То есть, когда это произошло, когда районы, которые от морей и океанов находятся, ого-го-го-го-го, где были затоплены и занесены глиной, какой-то был потоп, то, что было 300 лет назад, или 2000, или 13000, это открытое место для исследователей. Следуйте, давайте добавим. Но то, что этих потопов было и было, это да. Я пока зацепился за те материальные свидетельства, которые есть о потопах основных, в результате которых были уничтожены две Луны. Сейчас мы с вами рассматриваем уничтожение Луны Фаты и вместе с ним гибель Антлани. Например, я тоже знал про континент Му, тоже знал, что он утонул, но для меня, например, сейчас открытие, что, например, на картах древних, что найдены на камнях Ики и в местности Ламана, а местность Ламана, там она недалеко расположена от такого города, как Туле, Туле, Тула, город мастеровых богов древности, и там тоже находится континент Му, но я, лично говоря, даже не представляю, когда же Му затонул, неужели вместе с Атлантидой он затонул, неужели Фата раскололась на две части и жахнула где-то еще в Тихом океане, да, в Тихом океане тоже есть огромные борозды, следы, и та же Марианская впадина, она вообще находится в Тихом океане, отчего она образовалась, я лично дотуда еще не дошел, я сейчас двигаюсь в направлении Китая, я вон только из Египта, честно говоря, я написал четыре статьи, чтобы выйти из Египта, оказалось, египтяне это были, как говорится, наши люди, они с Атлани, вот из Атлантиды я попал в Египет, там оказалось, что все наши, белые боги, белые фараоны, белое население до 19 века, там, опять же, зацепился за пирамидой гигантов, потом побывал с египтянами в Америке, в Австралии, то есть это всего-то было пару сотен тысяч лет назад, то есть материальные свидетельства огромное количество по всему миру, и это как ниточка, которая разматывается, разматывается, информация, казалось бы, да нет информации, вот я учился в школе, в институте, ставил вопрос, тупик людей исторической науки, еще тогда, почему так мало сведений, почему столько загадок, почему, неужели данных нет, и почему я к этому пришел, да я не вижу ответов на эти вопросы в исторической, академической науке, а как вы можете увидеть, этих данных и археологических, открытых самой наукой, как я привожу, что они пишут, что это оледенение 13 тысяч лет назад с глобальными изменениями в биосфере, планетарных очертаниях морей и океанов, оно и было, но при этом же они отрицают веды, вообще их не рассматривают в принципе, иначе всю эту науку нужно было, скажем так, спустить по той же речке подальше, отправить в потоп, они наступят информацией, которая содержит ничего, мы живем во времена потопа, пустой информации, поэтому я вам предлагаю материальные свидетельства, которые, ну если Атлантида есть, как ее вот вы передвинете, под водой сохранилось материальных свидетельств больше, чем на земле, почему, там отсутствуют просветители, в Америке сохранилось много материальных свидетельств, почему, ну там просветители не так уж долго буянят, и мне даже на некоторые вопросы древности я нахожу, например, ответы в доколумбовой Америке, потому что на нашей территории это все вычищалось многократно, но самое интересное, что веды, содержащие конкретные данные по конкретным местам, конкретным событиям, подтверждаются как и календарными системами древности, так и современными программами Google Земля, которая затирается, убираются подводные пирамиды, основные ударные моменты, мегагорода, все это затирается, северный полюс, южный полюс не показывается, ничего не показывается, но все равно это позволяет найти то, что существует, найдено, карты, понять, почему, например, присутствует вода на египетских пирамидах, вспомнить, как они ориентировали эти сооружения и продолжать поиски, потому что ведь мы говорим с вами про сотни тысяч лет, которые современной наукой просто никак не отмечены. Вот я же вам говорю, древние не умели читать и писать, а как они нам передали всю эту информацию? почему в кармане у древнего человека лежат календарные системы? Наука их определила в 500 лет, а я уже нашел длительность наблюдений в 1008 лет в тех календарях Малтынской пластине и Ачинском жезле и продолжаю их исследовать, они полностью не открыты. Те же майя, те же египтяне, там везде наши люди, они прекрасно знают про наличие Нептуна, не Евтуне. В будущем я вам покажу, откуда взял этот символ троичности, откуда взялся змей Горыныч. Всех мы их покажем, всех представим к ответу, притянем. Покажем, где попрятались гиганты, которых они не хотят находить, как строили из пирамиды. Все это есть. Но сейчас наша тема для начала. Атлан Атлантида и Фаэттон. Так что все есть. Было бы желание. Все тайны когда-нибудь становятся явными. Я хочу сказать про ИР-1А1 и прочие генетические исследования. Вот здесь возникает интересный парадокс. Естественно, что сначала кто был более древний, тех называли буковкой А, потом буковка Б была. Но вот ИР какая в латинском алфавите, посчитайте сами. Вот ученые пришли к тому, что якобы ИР это какие-то уже более свеженькие, такие появились не так давно, несколько тысячелетий. Но при этом возникает интересный парадокс. Если вот там в Африке находятся племена, где то самое ИР-1А1, вопрос, они, эти племена там существуют достаточно давно. Как они могли появиться, если где-то на Алтае несколько десятков тысяч лет назад ИР-1А1 появилась только? Представьте, где Алтай, где Африка, как в эту Африку можно было прийти. Я, конечно, понимаю, у нас есть стихотворцы, которые пишут там, как гулять по Африке хорошо и так здорово, всё отлично. Или наоборот, пугают не ходить и в Африку гулять. Но дело-то не в этом. Дело в том, что каким образом эти люди с генетикой европейца, восточного европейца, если уж так говорить более точно, оказались там, в Южной Африке, насколько я понимаю, да, да и не только в Южной, там и в Северной Африке есть, везде есть. Вот. И появились они достаточно давно. Может быть, не такая последовательность расставлена в генеалогии. Может быть, не «Р», а какая-то другая буковка должна быть. Поближе к началу, а может быть, одна из первых. Вот. Если уж так рассуждать. Когда я задаю вопросы тем, кто занимается генеалогией, скажите, пожалуйста, вы учитываете тот факт, что у славян всегда было принято не захоранивать людей, а крадировать, то есть сжигать? И каким образом генеалогия реагирует на сожжённые останки? Был ответ, да никак не реагирует. Трудно уже в сожжённых останках что-то найти. Так, может быть, здесь кроется секрет, почему раньше не находили тот самый Р1А1, а стали находить только после определённых событий, когда культура стала рушиться, когда стали всё больше и больше захоранивать, нежели чем крадировать. Что же касается на вопрос Владимира Заметища, я возвращаюсь, что, скорее всего, должна была быть касательная траектория. Мы говорим не о прилетевшей какой-то частице или каком-то метеорите, или комете, или чём-то ещё из космоса с огромнейшей скоростью. Мы говорим о том, что на орбите Земли находился некий большой объект. И когда он начал снижаться, он не ускорялся по касательной, он ускорялся вниз, перпендикулярно вниз был направлен, то есть его торможение происходило. И в этом случае скорее всего больше вертикальных должно оставаться следов, нежели чем у таких прокатышей касательных бороздочек, как это часто находит при падении метеора. И на Луне есть снимки, когда какой-то камешек прокатился, прилетевший на Луну. Это надо всё учитывать. Скорость вращения Лун не такая большая. И вопрос, в какую сторону был направлен объект, сбивший эту Луну. Если он был направлен в противовес, в противодвижение вернее, в противодвижение Луни-Фати, то скорее всего он очень резко замедлил скорость вращения, Луны. И после этого она практически стала падать вертикально. А поскольку расстояние было не такое огромное, то разгон тоже не такой большой был. Если бы был очень большой разгон как это у летящих болидов, метеоритов, то в этом случае тогда бы, наверное, последствия были ещё более значительными, негативными. Вот это всё надо учитывать. Ну, в принципе, свою репуту я вставил. Идём дальше. Вопрос в эфир от Владимир Измитич. Виктор Викторович. Меня смущает многое в падении небесного тела на землю. Допустим, я напишу на каменной плите фразу «В городе Янске реки вышли с берегов, и мне на голову свалились родственники, и Атлант был опустошён. Это вовсе не значит, что реки имеют ноги, встали и вышли, а родственники летели и упали прямо на меня. А Атлант вовсе ни при чём. Просто были съедены продукты из холодильника Атлант. Короче, если взять все письменные источники, хорошенько перемешать бетономешалки, то получится прекрасный строительный материал для исследователей любого рода. Можно отливать практически любую теорию, было бы только желание делать опалубку, любую, даже вашу. Дело в том, что, как говорится, я-то привожу, во-первых, конкретные данные, а иносказания Платона я упоминаю только с той целью, что их хотя бы не отрицает наука. Да, они там говорят, как данный слушатель, что Платон услышал, понимаешь, через пятые руки, не понял, сам додумал, что-то придумал, дописал, короче говоря, ещё какие-то чудеса добавил, и вот он захотел это увидеть, что там что-то было. Ну, неправильно понял и, как говорится, слепилось того, что было. Но я-то на это ссылаюсь только для того, что оно существует. конечно, там указано чёрт знает что, и понятно, что так называемые греки, они же самоназвание Хеллины, пришедшие из пекла, из тёплых стран, они же ахейцы в той же Троянской войне, которым наука всё пытается приписать деяния антов славянских племён, всё натыкивая их античностью какой-то мифической, и жреческие достижения наших предков списывая на каких-то Хеллинов, которые сами себя никогда греками не называли, а были всегда или Хеллины, или ахейцы, ворюги, которые воровали всё по всему миру, поэтому у них всё есть, потому что всё спёрли. И мои исследования показывают, что всё спёрли, письменность спёрли, как говорится, обработку хрусталя, потом стекла, всё спёрли. То же самое здесь, это претензии к ахейцам и тех, кому называют греками и современным историкам. У меня к ведам нет никаких претензий, там есть конкретные даты, конкретные события, ну, конечно, это в переводе, но зато всё конкретно, чётко, и благодаря именно этим событиям, например, я легко и просто нахожу теперь на всех древних календарях эти небесные объекты, которых сейчас нет, они, между прочим, до сих пор используются в астрономических расчётах, но это темы вообще отдельных статей, потому что, ну, вы же, как говорится, мне не поверите, если вам скажу, что наши предки, используя наблюдения за небесными телами, знали будущее на тысячи лет вперёд. Не поверите, вам нужно будет привести материальные свидетельства, а там вылезут такие данные, такие интересные цифры, как 6666 и подобные им, вы же будете спрашивать, откуда, опять же, будете всякими мифами это всё пичкать, поэтому я не хотел бы эти темы трогать, пока они не обречены в форму статей, поэтому и тему я предлагаю чисто по статьям, потому что иначе мы бы с вами могли зайти в такие дебри, что нас вообще бы никто не понял и подумали, что мы тут с вами применяем какие-то стимулирующие средства, а мы совершенно без каких-то стимулирующих средств, вот меня спрашивают, ты когда-нибудь курил? Нет, пил? Нет, а что ж такое? Так у меня своей хватает, как говорится, всего, у нас всего хватает своего, в том числе и данных о прошлом, они конкретны, всё это подтверждается жреческими традициями, почему я всего лишь верю нашим предкам, иду и нахожу о чудо эти астрономические расчёты длиной тысячелетия, что мы с вами рассматриваем, эти календарные системы, которые показывают все эти объекты, а это зацепившись, разматывая ниточку, позволяет мне идти дальше, находить другие материальные свидетельства, которые я вам предлагаю, но всё-таки я ж не научный институт, вы ж поймите меня правильно, я рассказываю это для людей интересующимся, и надеюсь, что они тоже будут обращать внимание даже на простые факты, на какой-то рисуночек, какую-то, как говорится, бороздочку изученную, которая позволит дополнить и в итоге вывести конкретные события прошлого, которые нашей науке не нужны. Да, вот они там определили, что был ледниковый период 13 тысяч лет назад, какое-то небесное тело упало, всё, изменилось, всё, наступило похолодание, изменение океанов, но при этом они веды не берут в расчёт. Вот у них всё в загадках, а мы берём в расчёт и находим эти материальные свидетельства, которые они даже не представляют, что они есть. Если бы они представляли, они бы сами это нашли, ведь мы с вами не академики, а в том-то и дело, что я совершенно простой человек. Если вы думаете, что я всё знаю, везде был, нет, я ничего не знаю, нигде не был, ну, прочитал веды, иду туда, нахожу то, что там написано. О чём это говорит? Раз нахожу, два нахожу, три нахожу, четыре нахожу. Предлагаю вам открыть две луны дополнительные, найти Даари, Атлантиду, тут ещё Мув всплыло, есть ещё континент в Идийском океане, Лемурия, ну, то есть тут, ну, это подтверждение, искал онлайн, а нашёл ещё на картах континент Мув, который он тоже описан, ну, так до него ещё дойти надо. Так что, да, вопросы на сказание, это вопрос науки, нам нужны конкретики, мы их и приводим, так что, учите веды, смотрите на те материальные свидетельства, приведённые в статье, подтвердите их, опровергните, пожалуйста, а вдруг я действительно где-то ошибся? Вы же не думайте, что я гений или божественное существо, которое всё узнал и везде был. Понятно, понятно. Не надо себя принижать и свои заслуги, и увлечения свои, не надо как-то в сторону вкладывать и говорить, что ты не следователь, ты исследователь. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.